привет дорогие друзья снова с вами зомбирус мы возвращаем старую рубрику versus снова на ваших экранах сегодня албайме мы столкнем два ствола 1911 и компак 45 за победителя в этом выпуске голосуйте именно вы голосование мы проводим в нашей группе в контакте ссылочка в описании следующем выпуск следующем выпуске мы огласим результаты этого голосования и так два ствола юспи 45 пистолет контеров из контер страйка и старый добрый коль 1911 ветеран серии battlefield когда мы делаем гайда мы задаем себе один и тот же вопрос зачем в игре нужны стволы с одинаковыми характеристиками сами взгляните характеристики м 1911 и компак 45 урон одинаковый 36 и 6 десятых максимальный минимальные 15 целых и четыре десятых темп стрельбы 310 выстрелов в минуту у 1911 и 320 у компака 45 перезарядка одинаковая тактическая займет у вас одну целую две десятых полная одну целую и 28 сотых а дальше горизонтальная также одинаковая 0 1 в обе стороны вертикальная 0 6 у 1911 и 0 7 у компака 45 но несмотря на то что вот эти характеристики основные одинаковые есть кардинальное отличие запрятанное в корне обоих стволов компак создан для динамичного действия в ближнем бою он не годится для замены основного оружия на средних и дальних дистанций здесь есть все для ближнего боя патронов больше и стреляет быстрее то время как 1911 имеет меньшую отдачу стреляет точнее на 50 процентов и имеет увеличенную дистанцию применения то есть дистанция максимального и минимального урона немножко увеличена культ незаменим на средних дистанций но абсолютно не пригоден для ближних хотя раньше ситуация была еще хуже до патча который нам подарил дополнение секонд осол у этих двух стволов не было различий вообще ну кроме запаса патронов патч вышел и мы получили изменение которое сделали 1911 абсолютно бесполезным да он немного лучше стал на дистанции но это не делает его идеальным сайд армом большинстве ситуации вы не сможете победить противника но с другой стороны это легенда которая находится в наших руках уже 12 лет и как-то перестроиться на компак 45 немного сложно вот мне ветерану который играет в battlefield начиная с 1942 где впервые появился m1911 патч ничего не подарил компаку 45 он как был улучшенной версии 1911 так и остался более емкий магазин на 10 патронов и темп стрельбы в 320 выстрелов в минуту делает этот ствол идеальным для ситуации где у вас кончились патроны в основном оружие а противник находится на короткой дистанции все плюсы которые есть у 1911 абсолютно бессмысленно а компак 45 идеальный тяжелый пистолет в battlefield 4 конечно если не брать в расчет дейзер тыгл по факту они оба ему проигрывают но он в данном версии не участвует и так тоже победил то лучше снайперская классика серии или новичок с большой пулей и короткой дистанции дело не в количестве патронов и не в скорострельности а в том кто победит когда невыгодные условия будут давить на каждый из стволов целом вы решаете кто из них победит так что переходите по ссылке в описании проголосуйте за тот ствол которому вы отдаете свое предпочтение и можете написать комментариях ваше мнение о таком видении версуса но думаю на этом все спасибо что смотрели подписывайтесь комментируйте ставьте лайки увидимся на поле боя пока